При тренировке в три-четыре раза в неделю в руках Машинбург, как устанавливаться? При национальной опешке вечером тренировок, как устанавливаться, если нету профессионального уровня, ванна, ванна, ванна? Получается, три-четыре раза в неделю, то он будет делать всегда конец, и субботу. Во-первых, во-первых, на будущее. Сразу тут нужно грамотно подобрать на труску. К примеру, просто скажу, если ты грузишь один день в борьбу, другой день, например, грузишь удар. Но тот день, когда ты грузишь удар, борьба от церкви и мышцы, и качество у тебя отвергает. Пример. Но четыре раза в неделю это немного. Здесь сильно большого восстановления не нужно. Это не так много. По большому счету. Здесь нужно смотреть по самочувству. Самое главное, чтобы ты кушал и спал нормально, и все. Значит, ты восстанавливаешь. Значит, тебе хватает. Когда-нибудь смешные балансы между ударной техникой, подсосной техникой, и функционерами готовы. И хотел спросить, какие самовые... Как вы делаете самовы, как вы сейчас обучились за какие-то без упражнения? Спасибо. Ну, вообще-то очень сложно все соблюсти. Но на будущее сразу я тоже забыл. Да, забыл сказать. Вот смотрите. Если вы тренируетесь, например, многие меня спрашивают. Вот у меня, я тренируюсь. Понятно, вы все живете в Москве, вам тут проще. У вас здесь много и залов, и много спар-репартнеров. Все. Но все равно, это не настолько важно. Если у вас есть какой-то дефицит. Но любой дефицит техники можно восполнить за счет физики. Потому что все-таки, если вы очень сильно подготовлены функционально, если вы не устаете, если у вас очень много, я бы так сказал, физики, то вы можете работать против любой техники. Но опять же, все в меру. Если человек и технично, и функционально, тогда вы проиграете в своей жизни. Поэтому в большей степени, как соблюсти, когда вы начинаете только подготовку, она, например, начинает строиться как? Вы 90% работаете на технику, 10 на месяц. И постепенно вы их смещаете. Когда вы начинаете работать уже как, ну, получаете норматив мастера спорта, еще выше, вам больше нужно работать на функциональной подготовке. Вам не нужно уже оттачиваться, там, удары, что-то делать. Это не так получается на автомате. Вы их уже можете переводить как упражнения для развития функциональных качеств. И соблюсти очень тяжело. Тем и сложны единоборства, смешанные. Потому что здесь нужно и бить, и бороться, и все нужно делать. Это очень тяжело. Но говорю, ключик очень простой, запомните. Можете даже на себе проверить. Если вы станете крепким физически, если вы будете там подтягиваться, крепким, не уставать, то с вами будет очень тяжело работать. Вы будете очень удобны. Потому что за счет физических качеств можно где-то погреть их технику все-таки. И наша подготовка, и моя, и моих учеников, она по большей степени строится не в национальной подготовке. Но опять же, я просто как-то совмещательный хотел сказать. Здесь очень важно запомнить, что не после вас общая, не тренируются специалистами, силовой. Это разные вещи. К примеру, вам нужно подбирать такие циклы годовые. Если вы хотите побегать кросс, вы его побегаете. Не занимайтесь качалкой там, еще чем-то. Потом, когда вы отбегаете так примерно месяца два, вы забудете про кросс и начнете там качаться, делать кросс-фельдик, еще что-то. И у вас очень быстро пройдет прогресс, начнете расти. Но если вы все будете, как большинство, смешивать в одну кучу, сегодня я бегаю, завтра я кросс-фельд, еще, 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 то по сути вы не разовьете ничего. Максимально, чего вы добьетесь, это таких даже не дотягивающих показателей для среднего уровня. И это будет очень красиво. Очень важно, когда вы работаете с детьми. Вот если у вас есть дети, если вы сами еще ребенок, тут очень важно смотреть, очень важно грамотно подходить. Потому что, во-первых, тут нужно учитывать такое понятие, как сенситивные периоды, они различные, в различные возрастные периоды нужно развивать различные качества. И точно так же нужно очень грамотно подходить. Многие не справляются, вот сейчас был вопрос про восстановление. У многих с восстановлением возникают проблемы. Я объясню почему. Потому что тренер по незнанию, по своему, по нежеланию это знать, теорию изучать, он начинает все мешать в одну кучу. В большинстве случаев у нас как определяется подготовка, уровень тренера, уровень его педагогических возможностей, или как, проверяется очень просто. Если спортсмен уползает каждый день в тренировке, значит, хорошая была нагрузка. Это неправильно. Уходить вы должны всегда на своих ногах. Почему? Потому что намного важнее, когда нагрузка идет пассивно, когда грамотно подобрано упражнение, что вы восстанавливаетесь, и ваш, понимаете, у нас вся, вся наша жизнь все стоит из графика, из вот этой сих условий, понимаете, которая поднимается, либо падает. Если грамотно была подобрана нагрузка, то ваш график будет идти вверх. Если она подобрана неправильно, и вы уползаете, то максимум вы просуществуете несколько лет вот так, на одном уровне, поднимаясь и падая. И при этом многие еще задают вопрос, почему нет результата? Вот я тренируюсь 10 лет, а результата нет, не могу выигрывать, выхожу, вздыхаю. Вроде все делаем тренировки, потому что, еще раз говорю, не нужно все мешать в кучу. Не спешите. Все, когда спешит, даже, например, показываешь, кому-нибудь удар, он сразу испобил, начал бить, начал бить по груши, начал бить со всей силой по лапам, еще где-то. Он при этом его даже, а при этом он даже не научился правильно стоять. И что происходит? У нас происходит неправильное строение, и точно так же с функциональным подготовкой. Мы неправильно тренируем, поэтому у нас нет результата. Еще есть вопросы? Стояно возникает без внимания, мандраж, выполнение, там выступает, а в передачах, наоборот, без снорницы, нахождение присутствует, как справляетесь с этим? Это хорошие качества, они, по сути, всегда у любого человека, невозможно, но кто-то умственно больной, наверное, не может переживать, и то он переживает. Но если, как ты говоришь, бессонница, с этим все-таки нужно бороться. Почему? Потому что все-таки перед боем нужно максимально отдыхать. Самое простое здесь, вот тоже люди со стороны, они, как правило, отмешают, например, на боях 30 недели, кого не увидишь, как настроить, как настроить. Настроя еще нет, его не должно быть, а строй должен начинаться у человека, запомните, за 30 минут до боя должен, или еще меньше, это максимальное время, за которое начинается настрой. Как с этим бороться? Бороться очень просто. Опять же, если у тебя не 30 минут до боя, то ты пытайся как-то отклечься. Ну вот пытайся, это я понимаю, это тяжело, потому что ты знаешь, что тебя будут бить. Это тяжело. Но старайся не думать об этом, старайся пас, вот, сделать все, не знаю, нам отклечься, куда-то убедить, спать начать, но более спокойно. Это все приходит с опытом, с большими схватками, больше драться, драться, больше участвовать в соревнованиях, но нужно добиваться все-таки состояния боевой готовности. И тоже очень опасно, когда вы себя чувствуете слишком расслаблены. Когда вы драться, вы спали. Это тоже, но эти два состояния, их нужно исключать. Говорю, не думай об этом. Не думай, ты начинаешь же настраиваться непосредственно, 10 минут, когда боя осталась, начинай психологически себя настраивать. Начинай заводиться, начинай наоборот, разгонять свою кровь в сердце, заводиться, тогда все будет нормально. Но не заранее. Заранее, признай, за несколько дней ты уже, у тебя есть очищенное сердцебиение, ты постоянно находишься в состоянии стресса и постоянно энергетически ты истощаешься. Есть вопросы? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова